Потепление климата Доклад Мюллера поможет вернуть инвесторов в Россию Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, выводы из которого были опубликованы в конце марта, установил, что сговора с Россией во время выборов президента США в 2016 году у нынешней администрации не было Тем самым бизнес-сообщество получило серьезные основания надеяться на потепление российско-американских отношений Для российских компаний и государства это означает рост привлекательности ценных бумаг и увеличение инвестиций Впрочем, некоторые зеленые ростки появились еще раньше Подробности в материале известий Мюллерский сговор У отношений России и США появился шанс после публикации доклада Роберта Мюллера Нормализация диалога двух стран зависит от политической мудрости в Вашингтоне Информационный детокс как пишет В честь выхода доклада Мюллера российские инвестиционные банкиры наверняка поднимают тосты Выпуск акций на российском фондовом рынке в последние годы резко сократился Если в 2013 году, до волны санкций, объем продажи новых акций компаний из РФ приближался к 6 миллиардам То в 2018, когда Америкой были введены санкции против олигархов, он упал до многолетнего минимума всего около 300 миллионов В прошлом году около 12 компаний из России вели переговоры о размещении акций, к примеру, Итхолдинг Рекрутинговая фирма и страховщик Ресо Гарантия Но после введения в марте дополнительных санкций эти планы были свернуты Компании понимали, что в сложившейся обстановке отечественные активы могут показаться зарубежным инвесторам токсичными Что еще сильнее уронит их и без того невеликую цену Акции Цех алюминиевого завода Русалфота Однако в 2019 году ситуация, кажется, начала меняться Причем еще до доклада Роберта Мюллера Первый сигнал раздаслся, когда в конце января американцы сняли санкции с Русала и других компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской Решение в момент возродило интерес к покупке российских акций И корпорации решили не откладывать дело в долгий ящик Все на рынок Блуждание в потемках В деле Трампа пропал русский след Итоги расследования спецпрокурора Мюллера только усилили противостояние внутри США 13 марта принадлежащая Роману Абрамовичу и Александру Абрамову фирма выставила на торги пакет акций Норильского никеля Первоначально планировалось реализовать 1,25% за 430 миллионов долларов Но книга заявок оказалась переполнена И в итоге предприниматели продали 1,7% акцию Норникеля за 550 миллионов долларов Размещение произошло удачно на фоне повысившейся капитализации компании А уже после новостей о завершении расследования Мюллера на бирж вышли совладельцы Полиса и Евраза Акционеры крупнейшей золотодобывающей компании России, связанные с сыном сенатора Сулеймана Киримова Саидом Продали 4% корпорации за 390 миллионов долларов Правда, акции после продажи сильно просели Что касается Евраза, то тут сумма размещения составила 200 миллионов долларов Таким образом, меньше чем за месяц произошли 3 крупные сделки Принесшие более 1 миллиард долларов почти втрое больше, чем за весь предыдущий год В ближайшее время две продовольственные компании Русагра и группа Черкизова также намерены провести размещение Стоит отметить, что последняя в 2017 году ушла с лондонской биржи В этот раз компания намерена получить от продажи акции 200 миллионов долларов, отмечает Bloomberg Кроме того, железнодорожная грузовая компания RTK анонсировала размещение в Лондоне на сумму 320 миллионов долларов А Сибур заявил, что давно уже планировавшийся IPO может быть проведено вскоре после запуска завода за псевдневтихим этим летом в Тобольске В итоге общий объем привлеченных средств уже достиг уровня 2015 года И, если учесть все объявленные на будущее сделки, может составить 2 миллиарда долларов Что тем не менее по-прежнему очень далеко от предкризисных показателей Акции Фото, РИА Новости Александр Крежев параллельно российские фирмы активизировались на долговом рынке К примеру, Алроса продала облигации на 500 миллионов долларов при книге заявок, в 5 раз превысивший выпуск Стоит отметить, что большая часть покупок российских бондов была совершена иностранцами Слишком льготно, нефтегазу планируют уменьшить налоговые преференции Сейчас фискальные послабления предприятиям отрасли обходятся бюджету в 1,2 ТРЛН рублей в год Наконец, увеличился спрос на российские государственные облигации В конце марта Минфин продал 16-летние еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов и 750 миллионов Размещение стало самым масштабным за последние 6 лет Большую часть выпуска приобрели инвесторы из США и Великобритании Что касается обязательств, номинированных в отечественной валюте, то здесь иностранцы купили бумаг на 250 миллиардов рублей Причем спрос рос от месяца к месяцу Лицом к лицу Столь обнадеживающие данные поступили на фоне очень слабых результатов инвестиционной деятельности в России за прошлый год По его итогам чистый отток иностранных инвесторов из капитала российских компаний составил 6,5 миллиарда долларов Отток стал рекордным за все время наблюдений Для сравнения, в 2017 году происходил чистый приток на уровне почти 10 миллиардов долларов Неудивительно, что экономический рост в России остается анемичным И уже довольно долго держащиеся на приличном уровне цены на нефть не помогают Акции Фото Известия Дмитрий Каратаев После такого провального года практически любой показатель в последние месяцы будет выглядеть как заметное улучшение Тем не менее, по оценке экспертов FT Повод для осторожного оптимизма после публикации общих результатов отчета Мюллера имеется Во многом иностранцы боялись российского рынка из-за новых, более жестких санкций Теперь, когда самая большая опасность миновала, желающие рискнуть инвесторы могут и передумать Уверенный климат, власть дала бизнесу гарантии партнерства Государство готово работать с предпринимателями на равных условиях В конце концов, российский рынок остается безумно выгодным Среднее соотношение цены акций к годовой прибыли У котировок московской биржи по-прежнему смехотворное 5-7 раз Для сравнения, у индекса S&P 500, объединяющего крупнейшие компании США Оно сейчас колеблется в районе 20-22 раз А в определенный момент достигало почти 30 раз Этот показатель выше и в развивающихся странах вроде Китая, около 15 раз Разумеется, фондовые рынки России традиционно считались недооцененными За исключением разве что периода перед финансовым кризисом 2008 года Потенциальных покупателей отпугивали традиционные проблемы вроде инвестиционного климата К которым затем добавились и политические риски Хотя количественные показатели на рынке всегда были хорошими Прибыльность российских компаний даже в периоды экономического спада или стагнации оставалась на приличном уровне А государство по сей день имеет чрезвычайно маленький газдолг 30% один из лучших результатов в мире Вкупе с солидными международными резервами Акции Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже фото Сейчас ситуация для того, чтобы повернуться лицом к российскому рынку В некоторой степени идеальное все очень дешево, как на распродаже И если доклад Мюллера действительно окажется первым сигналом к стабилизации американо-российских отношений То инвесторы не заставят себя долго ждать Благо, что денег у них тоже в избытке Процентные ставки в Европе и США остаются низкими А возможностей для вложения не так уж и много Сама же Россия кровно заинтересована в том, чтобы привлечь иностранные капиталы Поскольку без заметного увеличения инвестиций не может быть и речи о возвращении к нормальному экономическому росту Который наша страна не видела уже очень давно